При выращивании голубики садовой в конце весны или начале лета можно иногда наблюдать такую картину, как вы сейчас видите на экране. Куст имеет светло-зеленую окраску, а некоторые листья красный оттенок или полностью красный, или красными пятнами. Не бойтесь, это не болезнь, не заболевание, не вирусное, не бактериальное. Это так голубика реагирует на недостаточную кислотность почвы. Также у нее останавливается рост. Ростовые почки замирают, а прироста, как мы видим, на кустах практически нет. Для того, чтобы исправить такую ситуацию, необходимо подкислить почву раствором кислоты. Это может быть уксусная кислота, лимонная кислота, или аккумуляторный электролит, который содержит серную кислоту. Использовать можно только свежий электролит из магазина. Электролит из использованных аккумуляторов не годится, потому что он содержит много свинца, который ядовитый для организма человека. Капли влаги, которые вы сейчас видите на листах, это роса. А краснота, это недостаток кислотности почвы. Я использую для подкисления почвы электролит аккумуляторный. Во-первых, он намного дешевле, а во-вторых, его надо намного меньше, чем остальных подкислителей. Пропорция применения следующая. 50 миллилитров на 10 литров воды. Для приготовления раствора поливочного для подкисления голубики покупаю электролит для аккумуляторов. Наливаю немножко в удобную посуду, чтобы было удобно наливать полустаканчик. Желательно использовать при этом защитные рукавицы, обязательно очки. Затем беру полустаканчик, 100 граммовый стаканчик. И наливаю в него ровно половинку, 50 миллилитров. Вот я здесь отметил фломастером разделение. Выливаю поливалку и набираю воды. Сначала воду включаем не сильно, чтобы кислота не разбрызгалась. Потом добавляем еще напор посильнее. Используем инвентарь пластмассовый или стеклянный. Ведь у нас получается агрессивный раствор, который может повредить металлический инвентарь. Поливалка на 10 литров. Раствор готов. Идем поливать. Полив голубики кислотным раствором проводим не обязательно под самый корень, но обязательно не задевая листья. ни в коем случае не льем на листья и на ствол. На один куст выливаем 5 литров. Это половина поливалки. Льем под листья и под стволы. Если раствор попадет на листья, он сожжет и растение может погибнуть. Через несколько дней нужно обязательно подкормить азотосодержащим инудобрением наши растения, чтобы они приобрели вот такой вид. Может это конечно и неправильно, но я не пользуюсь PH метром, не покупаю его. Ориентируясь о кислотности почвы по листьям растений. Если они только покраснеют, значит пора подкислять почву. Покраснение листьев в конце лета, начале осени говорит о том, что голубика заканчивает свое развитие и ничего страшного в этом нет. по листьям растений. Ориентируясь по листьям растений и т.к.